В социальных сетях и в СМИ получил широкое распространение видеоролик, снятый в общественном транспорте Москвы. На записи молодой человек, представившись дагестанцем, ведет себя вызывающе, грубо говоря, с водителями и пассажирами автобуса. Федеральные сайты не упустили случая в очередной раз придать теме острый национальный окрас. Что об этом думают дагестанцы, узнавал Карим Данеев. У него и все подробности этой истории. Я хочу вот так стоить. С вами вот так надо себя вести. С кем с вами? С какими с вами? С вами, с русскими. Я у себя дома. Я у себя дома. Я гражданин. Кто закрой? Все. Кто закрой? Все закрой. Старый, кто закрой? У вас уважения нет вообще. У нас нет уважения. Если бы он русский на вовле, то он вас остановил бы. Он не имеет права. Он не имеет права. Его страхуют, если он не захватит. Он на жизнь. По неподтвержденной информации, со слов очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как пассажиры заступились за девушку, которой якобы приставал молодой человек. Однако, по словам 29-летнего дагестанца, все было по-другому. Я сидел в автобусе, открылись двери на мою остановку и быстро закрылись. Я попросил в этот момент машиниста открыть двери. Он еще не тронулся с места, как бы, с остановки. Так он быстро, он увидел, что, как бы, я хочу выйти. Он все равно не открыл. Я подошел. Он мне начал, типа, добрысь отсюда, короче, типа, чурка, не чурка, туда-сюда. Я ему сказал, ты не мужчина. Он после этого, как бы, промолчал. И вот люди, которые рядом сидели, они начали, типа, вот вы, мусульмане, такие-сякие, во всем формате выражаться. Я после этого начал говорить, вы нацисты. Если вы так, мусульман, ненавидите, то вы нацисты. И я не хотел задеть русских, именно нацию. Я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев. Те, которые, люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на поведение уроженца Дагестана и выразил мнение, что молодому человеку нужно извиниться не только перед теми, кого он грубо оскорбил, но перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступил. А в Миннации региона обратились к согражданам, проживающим в других субъектах страны, не судить о религии, народе через призму подобных инцидентов. Того же мнения придерживаются известные общественники и рядовые жители республики. Братья дагестанцы, хватит гужбанить, начинайте учиться, начинайте тренироваться, заниматься спортом и жить дружно. Я думаю, что у хороших людей больше, чем у плохих людей. Но я слышал, что его задержали, он извинился там еще, осознал свою ошибку. Я вообще против того, что коллективная ответственность должна быть, и против того, чтобы власть извинялась. Непосредственно я неоднократно это говорил и буду говорить, кто сделал, тот пусть и извиняется. Максимум его родственники или родители. И все. Мы зачем должны за них извиняться? Мы что сделали? Дагестанцы не должны извиняться. Я вообще всегда говорю и буду говорить, маленькое процентное соотношение, если делает плохо, это не говорит о том, что весь Дагестан плохой. Тем временем героя вирусного видео задержали на 96-м километре Киевского шоссе в Калужской области, а затем доставили на допрос в Москву, где он уже принес свои официальные извинения. В автобусе произошел совместный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею. Однако извинения не освобождают от ответственности. И против Балтукаева возбудили уголовное дело за разжигание вражды с угрозой применения насилия. Мужчине грозит штраф до 600 тысяч рублей или принудительные работы на 5 лет. Возможно, даже лишение свободы от 3 до 6 лет. Карим Даниев, Лориана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала.